Что отличает хороший курорт? Во-первых, условия для комфортного отдыха и релаксации. Во-вторых, качественная культурная развлекательная программа. Хорошо, если есть условия для активного и спортивного отдыха. Для кого-то еще важна очень гастрономическая составляющая. Ну и, наконец, здорово, если есть возможность куда-то поехать, что-то посмотреть, удивиться, восхититься, набраться впечатлений. Сегодня команда Сибирской кругосветки докажет вам, что в Ульяновской области есть настоящий курортный район. Излюбленное место ульяновцев и гостей региона – Старомайнский район. Здесь есть все, что нужно для хорошего отдыха. Живописная природа, богатое культурно-историческое наследие, удобные локации для активного времяпрепровождения. Но самое главное – чувствуется настрой хозяев на развитие туризма и гостеприимства. За последние десяток лет здесь появилось множество новых современных турбаз, интересных экскурсионных программ, ярких событий, фестивалей. Но что особенно приятно, здесь активно решаются инфраструктурные вопросы. Со Старомайнскими дорогами у меня связана своя собственная курьезная история. Однажды, отправившись с семьей сюда отдыхать, мы умудрились оставить на главной подъездной дороге сразу два колеса. Сейчас я рассказываю об этом с улыбкой, а тогда, конечно, было совсем не до смеха. Но что отрадно, сегодня эта история в прошлом. Когда Старая Майна начала развивать внутренний туризм, начала она это делать именно с дорог. И сегодня и велотуризм, и автотуризм Старой Майны – это абсолютно реальная история. Сейчас в Старомайнском районе без проблем добраться можно до самых отдаленных уголков. И это здорово, потому что именно там часто находится все самое интересное. Знакомьтесь, Дарья и Денис Федотовы. Когда-то так впечатлились Старомайнской глубинкой, что решили переехать сюда из Ульяновска. Купили дом, завели хозяйство, живут своим отдельным хутором, и ничуть не скучают по городской суете. Денис говорит, здесь сбылась его детская мечта о единении с природой. Здесь все в шаговой доступности. Пруд, за прудом лесок, здесь лес, луга вокруг, по весне все цветет. Такое пение птиц здесь, это просто красота. Лягушки добавляют свою тоже, они по вечерам поют, скоро начнут. На ферме у семьи Федотовых козы, курдючные овцы, вьетнамские веслобрюхи и поросята, куры. Хозяйство большое, но все труды в радость. Супруги получают огромное удовольствие от сельской жизни. Общение с питомцами для них не тяжелая обязанность, а источник хорошего настроения и позитивных эмоций. Рассказывать про животных можно часами, днями, неделями. Я только про свою пса, собаку, он живет у нас 4 года, я про него могу сесть и рассказывать бесконечно. А этих здесь очень много голов, рассказывать про них можно сейчас сесть и не закончить. У каждого из них, так же как у человека, свой характер, есть лидеры, есть кто, есть флегматики, есть кто больше отдельно ходит. У коз – четкая иерархия, у овец – стадное чувство, а кабанчики – великая разрушительная сила. Таких историй здесь пруд пруди. Удовольствием общения с живой природой супруги Федотовой делятся охотно. И не только со съемочной группой «Кругосветки». С недавнего времени у них на ферме появилось новое направление – агротуризм. Если кто устал от шумной цивилизации, добро пожаловать в гости. Природные красоты, чистый воздух, самая свежая еда прямо от производителей – все для вас. Первые туристы уже посетили ферму Федотовых и остались очень довольны. А уж у детей сколько осталось впечатлений от сельской экзотики. Дети в восторге побегать за поросятами. Летом было, когда была жара. Тут друзья у вас жили с ребенком тоже. Они поросята выгоняли из лужи, мы наливаем, чтобы покупались. И наши, и приезжие, они вместо поросят в лужи угоняли. Подобные развлечения, конечно, исключительно по желанию. В остальном, если хотите тихого, безмятежного и здорового отдыха, обязательно стоит сюда приехать. Заодно отведайте продукту, которую уже прославили фермеров Федотовых на весь регион. Сыры самых разных сортов, козье молоко, сало, мясо. Лучше сувениров для агрокурорта и не придумаешь. Но если вы предпочитаете свой ужин не покупать, а добывать самостоятельно, то вам в новиковку. В команде Кургосветки сразу несколько рыболов-любителей, а потому пропустить клуб «Белый Амур» мы никак не могли. Сразу предупредим, рыбалка здесь платная. Но, как нас заверили местные завсегдаты, во-первых, цена более чем демократичная. Во-вторых, случаев, чтобы она себя не оправдала, еще не было. Сезон только успевай насаживать. Здесь два пруда. К дикому можно подъехать на машине, выбрать понравившееся место, разбить палатку, выйти на воду на лодке, остаться с ночевой. Ловить тут можно на любые снасти, кроме браконьерских. На Карповом пруду правило строже. Сюда на машине не подъедешь. Ловить можно только с пирса, из снастей удочка, спиннинг и фидер. Из рыбы карп, карась, линь, окунь, толстолобик, судак, щука, веслонос, белый амур. Рыбу разводят здесь же, в отдельном пруду. За поголовьем следят четко. Никакого урона природе не наносится. Зато душеньку отвезти сюда приезжает со всего региона. Вообще по области мало таких мест, куда можно приехать, порыбачить. Таких вот, как эти пруды? Да, да. И по рыбе, и по комфорту вообще. И условия хорошие. Эх, жаль, мы с собой в дорогу удочки не захватили. А потому двигаемся дальше. Неподалеку от прудов село Красная река. С ним связано много интересных историй, немало известных людей. Старинное, когда-то зажиточное поселение. Свидетель былого богатства этих земель – разрушенный храм, стоящий в самом центре села. Пройти мимо и не заметить его очень сложно. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы видна издалека. Огромное, величественное здание из красного кирпича как-то выпадает из общего сельского ландшафта. Но истинный масштаб несоответствия можно понять только пройдя внутрь строения. Высокие своды, великолепная архитектура. Здесь пространство ощущается иначе. Так бывает только в больших старинных соборах. Меж тем, эта церковь была выстроена в начале 20 века. Лучшего памятника человеческому безумию и вандализму придумать сложно. Огромный, великолепнейший храм, выполненный в редком для этих мест русско-византийском стиле, был разрушен, разграблен, осквернен всего через 20 лет после его создания. Его постигла обычная для советских соборов судьба. Здесь был сначала склад, потом спиртзавод, но богослужения в этот храм так и не вернулись. На полу храма сохранилась цветная мозаика, а вот своды его чистые. Их подготовили к росписи, но сами фрески нанести не успели. В 1930 году местного священника расстреляли. Колокола переплавили, всю церковную утварь вынесли. И от церкви остался только скелет. В память о том, как легко усердие, помноженное на скудаумие, лишает величия любую культуру и историю. Следующая точка нашего путешествия – садовка, берег Староманьского залива. Любимое место отдыха многих ульяновцев. На Волжский бережок приезжают большими компаниями, жарят шашлыки, загорают. Вот только часто последствиями такого отдыха становятся пожары и мусорные завалы на природе. А для самих отдыхающих – клещи, которых в наших краях на необработанных территориях довольно много. Ну, дикарями лучше не ехать, я имею в виду непосредственно на природе. Лучше в благоустроенных местах, имеется в виду турбазы. Турбаз у нас 12, поэтому на любой вкус и кошелек найдется место. И мангальные зоны есть, если люди приедут непосредственно на день. И если у кого-то будет желание продлить свой отдых, то, соответственно, благоустроенные места с ночевкой. На некоторых турбазах питание есть, поэтому с комфортом лучше отдохнуться на турбазах. На одну из таких турбаз в садовке и отправилась наша команда – Боярская усадьба. Первое, что бросилось в глаза – это необычный деревянный декор по всей территории. Просто не турбаза, а музей деревянного зодчества. Фото зоны, декорированные аллеи для отдыха, деревянные домики всех мастей, беседки, мостики, лавочки. Хочется просто прогуляться и хорошенько все рассмотреть. Это задумки наших хозяев турбаза. Они все придумывают, всю эту красоту. У них своя мебельная фабрика. И вот это вот все они… Он любит с деревом работать сам хозяин, поэтому вот так все придумывает красиво. Декор декором, но главный акцент у староманьских турбаз – на клиента ориентированности. Здесь действительно возможен отдых на любой вкус. Гостиничный комплекс, зимние домики, летние дачи. Для тех, кто хочет отдохнуть одним днем – беседки, места для мангала. Есть и оригинальные компромиссные варианты. Для хорошей турбазы важно, чтобы отдых на ней был любому по карману. И посмотрите, какое оригинальное решение нашла боярская усадьба. Вот эта карета – это не предмет декора и не беседка. Это двухместный номер эконом-категории. Охраняемая парковка, столовая или кафе на территории, собственная развлекательная программа и детская анимация. С недавних пор все это входит в обязательный минимум для большинства местных турбаз. Похоже, действительно пришли времена, когда отдых дикарями не так привлекателен и более затратен, чем отдых со всеми удобствами. Почему более затратен? Вы посчитаете штрафы за разведение костра в неположенных местах и стоимость лечения после укуса клеща. По-моему, выбор очевиден. Наша команда тем временем прибыла в саму Старую Майну. Старинное село с богатой историей. В прошлом оно носило название Богоевленское. Еще в начале прошлого века здесь был крупный торговый центр по Ложье, стоящий на пересечении сразу трех сухопутных путей. Вот все, что сейчас находится по толщи воды, это и было село Богоевленское. Ну и где мы сейчас с вами находимся, и там вот по толщи воды тоже было село Богоевленское. А вот эти три торговых тракта, которые проходили через Старую Майну, куда они вели, откуда? Ну, в основном самый большой был тракт Симбирский, который соединял Симбирск и Казань. И вот проходили через село Богоевленское как раз в те дни, когда и проходила здесь ярмарка. И купцы, которые направлялись в Казань, например, в Симбирск или из Казани в Симбирск, они останавливались здесь, в селе Богоевленское на большой ярмарке, чтобы свою также продукцию сбыть и купить продукцию, которую привозили другие купцы. О том, насколько богатым было село Богоевленское, можно судить по его современному архитектурному облику. Нигде больше в наших краях вы не найдете столько старинных зданий из красного кирпича. Если в других городах и деревнях этот строительный материал считался элитным, то в Богоевленском кирпичные дома были даже у крестьян. Что уж говорить о местных купцах и дворянах. Интерес к их усадьбам не утихает по сей день. Существует такая легенда, что эти купеческие дома все соединяли подземные ходы. Вот в одном из таких домов и сохранился вход в подземный ход. Вернее, дверь в подземный ход. И с этим, конечно, все связаны очень интересные легенды, которые можно услышать. Здесь у нас в селе Старая Майна, в селе Богоевленском. Для любителей тайны загадок века минувшего в Старой Майне есть отдельная экскурсионная программа. Старая Майна Купеческая. Ее маршрут пролегает по исторической части села, берегу заливы, проходит через храм Богоявления Господня. Вместе с экскурсоводом можно не только побывать в старинных особняках и осмотреть остатки их убранств, но и услышать самые таинственные истории села. Клады, говорят, тоже остались клады, потому что у нас здесь, в усадьбе Першиных, была старая мельница. И вот раньше там тоже это было такое купеческое место. И вот когда оно тоже затопилось, подвал затопилось, то существует такая легенда, что там зарыт большой сундук с драгоценностями. И очень много людей пытались туда найти этот сундук, но до сих пор никому не удавалось. Всем искателям кладов обращаться в местный краеведческий музей. Именно оттуда начинается маршрут по старинным усадьбам. Кстати, сам музей тоже стоит посетить. В новом помещении он открылся совсем недавно. И тем, кто интересуется историей, будет интересно ознакомиться не только с прошлым села Богоявленское, но и узнать, что первые поселения в этих местах существовали еще 1700 лет назад. А торговые пути через эту территорию проходили уже в X веке. Вот такое оно – старинное село Богоявленское или старое-старое майно. Ну, а мы отправляемся дальше. И самое время вспомнить про гастрономическую программу. В центре старой майной кафе без названия. Его даже прорекламировать не получится. Но местные говорят, оно в рекламе не нуждается. Сюда ходит обедать все село. Все вкусно и по-домашнему. Чем у вас здесь можно угоститься чисто старым майниским, чего не найдешь в других местах? Ну, на нашем производстве готовим пельмени, манты, пельмени купеческие, боярские, борщ эксклюзив у нас. У нас все любят его. Потом выпечкой занимаемся. Выпечка у нас очень большой ассортимент. Очень любит нашу выпечку. Меня соблазнили пельмени. Они у вас какие-то особенные или это обычные? Особенные. Мы их делаем ручной лепкой у нас. У нас секреты мы не раздаем. Ну вот. Ну, несите. Достойное продолжение программы «Старое майно-купеческое». Купеческие пельмени. Если богоявленские купцы впрямь угощали гостей такими харчами, то неудивительно, что в село вело сразу столько дорог. Не иначе, как на местные пельмени народ стекался. Очень вкусно. Команда «Симбирской кругосветки» рекомендует. После сытного обеда хочется чего-нибудь сладкого. За десертом мы отправились на соседнюю улицу. Здесь в Старой Мане расположилась пасека. Да такая, что кормит медом весь Ульяновск. Продукты из местных ульев разлетелись еще осенью. Поэтому сладкого суюнира нам не досталось. Но зато гостеприимная хозяйка показала нам свои владения, познакомила с пчелами, рассказала, как устроено пчелиное хозяйство. Ну, это очень трудоемкий труд. И, конечно, торопливости здесь вообще не должно быть. Должна быть наблюдательность. Ты должен посмотреть, наблюдать, как ведет себя пчела, как ведет себя семья в целом. Вот, должен понять, что ей необходимо. Может быть, замена матки. Может быть, матка улетела. Может, в роевое состояние они входят. Может, трудневая пчела. То есть там вот очень-очень много тонкостей. Надо смотреть. Пчеловодством Татьяна и ее сестра занимаются 4 года. За это время их хозяйство разрослось до 26 ульев. Каждое лето только меда хозяйки собирает около одной тонны. Разлетается он моментально. Тем более, что к своей продукции пчеловоды подходят творчески. Такие, как липа, у нас гречка, лесной и цветочный мед. Также мы еще сделали, ну, как бы, уникальность. Придумали уникальность в своем деле. Это кремовалку купили. И там несколько, значит, программ. В ней можно делать крем-суфле и крем-мед. Не нужно бояться пчел. Хозяйки пасеки уверяют, что главное – правильно себя вести с этими насекомыми. Любить их, уважать их труд. Всех желающих они готовы этому научить. Тем более, что их любовь к пчелкам самая искренняя. Они узнают вообще? Они запоминают человека? Ну, говорят вот так, что узнают. И с ними надо разговаривать. Я разговариваю. Привет, мои золотые. Как дела? Сколько вы несете? Вот это вот они несут. Уже с цветовочков. Ну, то есть вот ухаживаем. Мы за ними ухаживаем, как за детьми. Агротуризм – новое направление, которое Татьяна и ее сестра планируют развивать у себя на хозяйстве. Если вам интересно, как живут пчелы и откуда берется мед, то вам непременно нужно побывать на их гостеприимной пасеке. Правда, если вы хотите уйти от пчеловодов не с пустыми руками, приезжайте сюда не раньше июля. Именно тогда будет готов первый мед этого лета. Наше путешествие подошло к концу. Это вторая поездка Симбирской Куркосветки в Старую Майну. Но даже двух программ нам не хватило, чтобы рассказать и показать все, чем богат этот удивительный край. Мы не доехали до русского Юрткуля, где красуется старинный храм, и откуда начинал свой путь Иван Уму, один из самых известных русских прошлого века. Мы не добрались до местроскопа, который доказывает, что возраст этих земель измеряется не веками, но тысячелетиями. Мы не побывали на удивительных Головкинских островах, не рассказали вам о сказочном красноречии. Но это значит, что мы обязательно вернемся сюда еще и не один раз. А пока приглашаем вас открыть летний сезон этого года поездкой в самый курортный район нашей области – Старую Майну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok